Сегодня все знают, расскажу про React Native. Зачем? Почему? Вообще, если не ошибаюсь, мало топиков по React Native на митапах, не так уж и много. Но, тем не менее, в тех же вакансиях видно, что больше и больше появляется. Что я расскажу? Представьте себе ситуацию. Вы хотите попробовать что-то новое, и это не Go и не Rust, а хотите все в том же, в React Native, или просто в сфере React. У вас есть шанс, каким-либо образом вы находите проект, и хотите начать его делать. Вам нужно спланировать, сколько времени на это уйдет, и что вам предстоит, с чем столкнуться. Так вот, у меня та же самая ситуация была. Фактически, я просто нашел ребят, они меня нашли, и мы договорились о них, и захотели увидеть прототип приложения, потому что у них уже существовали две платформы, успешно работающие, приложение на Android, приложение на iOS, и они хотели узнать, зайдет ли все это перенести на React Native. Потому что приложения в целом не сложные, это не какой-то супер какой-то кастомный вид, или это какой-то Uber, или еще чего-то. Представьте, что любое формошлепство фактически, оно спокойно может существовать в рамках, как раньше это делали там на Cardovo, на любом технологии, которая позволяет на нескольких платформах запускать свой код. То же самое на React Native. Поэтому сразу же говорю, это не что-то супер уникальное, что будет работать на всех платформах. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим на тот JRBNB, если я не ошибаюсь, он на Native, хоть и работает не всегда хорошо. Но, тем не менее, во многих случаях ваше приложение можно запускать на React Native. Уже много раз это говорили, и я пробовал React Native где-то года два назад. В общем, тогда было еще такие первые беты. Я попробовал, у меня все быстро, очень быстро обновлялось. Прошло две недели, я приехал с докладом, обновил СРСы, у меня ничего не запустилось. Это было обидно, потому что я понял, что там платформа вообще очень часто обновляется, и все очень плохо. Ну, по моей точки зрения, чтобы начинать. Прошло несколько лет, по-моему, уже два года, и даже больше. И вот я решил попробовать себя. Опять-таки, не живое приложение, не супер настоящее, соответственно, требования к нему не самые высокие, но мне дали 15 скринов, которые нужно сделать. И, соответственно, они разнообразные, и по-разному ведут себя. Примерно, вид приложения, который был, это у вас есть там форма входа, вы вводите номер телефона, приходит смс, вы активируете, создаете пин. А смысл приложения в том, что у вас есть профиль с вашей машиной, автомобильным, и вы можете общаться там с дилером, можете получать какие-то новости, можете сжигание, включить в свои машины новое, и дальше уже что захочет сам разработчик. Поэтому все это основывается вокруг автомобиля, скажем так, строения. Выводите свою информацию, попросили, чтобы авторизация была, если пользователь захочет по пальчику, добавляется своя фотография, добавляет пользователя имя, фамилию, какая у него машина из списка выбирает, и дальше у него есть какой-то главный скрин, где он может спокойно получать какие-то новости или то, что ему надо. И есть чат, например, с каким-то дилером, с которым он может пообщаться. И, соответственно, получить какой-то фидбэк или вообще написать, чувак, у меня там сдулось колесо. В общем, вот такой вот примерно флоу. Это основные скрины, чтобы вам в голове просто сформировалась картинка, о чем я буду говорить. И самый простой пример. Релиз цикл андроида, ой, андроида, господи. Релиз цикл реагнейтива. Он достаточно активный. Почти каждый месяц выходит новая версия. Это, по-моему, чемпион по версионированию из всех мне известных, скажем так, фрейворков. И в сентябре, например, две версии вышло. Ну, потому что почему бы и нет. И в результате, смотрите, внизу это вот декабрь прошлого года. У вас 3000 коммитов. И чем ближе к текущей дате, тем меньше и меньше коммитов появляется и пушится. Это, скорее всего, говорит о том, что платформа становится более-менее стабильная. Потому что до сих пор находятся проблемы, из-за которых новая версия, у вас уже отпали половина компонентов, которые вы используете, если вы захотели использовать это. Но об этом чуть-чуть позже. И вот это основное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Может быть, с версией 0.50 внезапно появится еще 3000 коммитов. Но все равно, эта платформа активно развивается и активно добавляются ошибки, активно удаляются ошибки. И самое главное, что когда я начинаю, даже начал какой-то кусок проекта, то я в середине уже обновился и уже отберу проблемы. Но решил все-таки их побороть и пойти дальше. Стили. Вот самое главное. Я надеюсь, многие из вас понимают, что такое React имеет опыт, а поэтому здесь все будет коротко, и мы будем проводить параллели. В React, вы сейчас до сих пор можете CSS писать, но уже были несколько докладов тот же CSS и JS. Фактически здесь та же самая штука. Вы весь CSS пишете в JS, и вариантов других нет. То есть из коробки, а мы будем говорить сейчас вещи, что есть из коробки, и как можно чуть-чуть улучшить это. Так вот, из коробки вы пишете все стили в JS. При этом, выглядят они похожим образом, но есть небольшие различия. Первое. Ну, допустим, вы никогда не увидите каких-то general стилей, в которых вы можете задать сразу группу настроек о том же бордере. В CSS все у нас просто, а вот в React Native нужно разделять. Потому что, в принципе, там нету парсинга сложных форм ваших значений. Вы можете задавать юниты, какие-то единицы измерения, вы можете задавать цвет. Но что-то, чтобы задать сразу несколько стилей, даже границы, или пэддинг прописать сразу до четырех сторон. О, это вы как-то слишком хотите многого. Немного печально, потому что спагетти и код, ну вообще код, становится все больше и больше и больше, задавая таким образом стили. Хотелось бы чего-то попроще, допустим, то, что у нас может быть, но тем не менее, имеем, что имеем. Поэтому никакого наследования у вас нету, никаких там сложных комбинаций, никаких там объектов активный, неактивный, ховры. Этого всего нет. Никак группировать нельзя. Представьте, это вот, я не знаю, даже CSS, я честно не знаю, CSS первой версии какой был, но, наверное, примерно такой. Очень все просто, очень все тупо, если можно так выразиться. При этом уже, опять-таки, второй год это происходит, а то уже чуть-чуть больше, с копейками. И, как говорю, нехватка этих стилей. Заходите в официальную документацию, достаточно много материала, чтобы подчеркнуть, чтобы понять. Разработчики с Facebook активно обновляют, поэтому вы не останетесь с тем, что вы приходите на голову вообще непонятную платформу, ничего, нечего почитать. Но нет возможности увидеть списка всех CSS стилей, ну всех стилей вообще элементов управления. Вы должны идти в каждый по отдельности, и вот только там вы найдете это. Поэтому, благодаря хорошим людям, вот ссылочка на гитхабе, можно его нагуглить еще, RegNativeStylesCheatSheet, чувак сделал, и, благо, можно просто зайти и почитать все стили, которые есть. При этом, стили, которые задаются, они что же особенные? Это не то, что вы привыкли видеть, многие они как-то отличаются от привычных. Но, если вы хотите чуть-чуть больше, чем вот коробка позволяет, чем просто plain, скажем так, стайлинг, есть ребята, вот это вот из топа того, что я видел, которые написали несколько таких оберток, с которыми вы работаете. Потому что для RegNative фактически стили – это обыкновенный объект. Максимум, что он делает, это оборачивает его в кэширующий объект стилей, чтобы каждый раз, когда у вас инициализировался компонент или что-то происходило, у вас это не происходило много-много раз. У вас сразу стили в кэше, вставил щит, клеит, и все. И у вас все работает более-менее оптимально, особенно когда у вас, ну, грубо говоря, стили будет тысячи. Поэтому там это в примере не сильно видно, но нужно работать через кэширование. Так вот, есть ребята, которые сделали CSS-то React Native, фактически это вот как CSS через JS. Вы делаете, пишете оператор, там, тильду и все остальное в строке. Нормально. Есть ребята, которые сделали Nested стили. Как я уже сказал, невозможно сделать вложенные стили, потому что реактор осматривает объект, который вы передаете ему как стиль, вот на первом уровне, там должны быть объекты. И если вы захотите использовать по правильному, вот, собственно говоря, кэширование стилей, то он не работает с древовидным вложением. Он просто говорит, вот первый элемент, который я нашел, это, собственно говоря, свойство, которое отвечает за имя стиля. Все остальное внутри это его настройки. Вы не можете вложить один-один в другой объект, и он просто скажет, я не умею с этим работать вообще. Ребята также еще другие сделали компоненты, например, даже по CSS React Native, то есть написали плагин. Он до сих пор, ну, такой серовато, об этом пишут. Но более-менее можно сделать с ним какие-то вещи, скажем так, чтобы они были привычны для написания CSS. Это если вы хотите. Если не хотите, опять-таки, CSS and JS, мейнстрим, пишите, просто организуйте это грамотно. Плюс не все даже фичи, которые есть на веб-платформе с теми фреймворками даже или библиотеками, которые вы привыкли, есть здесь. Layout. Layout, никаких таблиц, ничего, кроме flex. Да, вы можете там примитивно еще флотами даже баловаться, но в принципе все основное построение всей сетки будет flex. И flex неполноценный, потому что не все свойства, не все значения свойств поддерживаются. Опять-таки, вот казалось бы, уже куча всего времени прошло, но не все, допустим, justify, не все возможные вариации поддерживают из веб-платформы. Об этом как можно узнать, об этом разработчик пишет. Но вы-то привыкли это делать, зашел, написал тег, написал свойства и просто прописал ему значения. А тут нужно пойти, и вроде я flex знаю, но мне нужно каждый раз при какой-то новой вещи, которую я, казалось бы, знаю, использую, идти в официальную документацию, читать и находить, ага, это не используется, значит, мне нужно как-то чуть-чуть по-другому сделать это. И это тоже занимает время. То есть каждый раз, когда вот я сейчас рассказываю, а вот это вот нужно в документации, вот это вот, просто загибайте, скажем так, палец в уме, минус ваше время, которое вы тратите на проект. И, допустим, все, никто же не ожидает, вернее, мало кто ожидает, что вам дадут проект и скажут, ну ты там разберись с реактом, выучат, а потом как-нибудь допишешь. Все хотят разработчика прямо сейчас, на сегодня, и у всех все горит. Поэтому нужно аккуратно оценивать вот эти вот сроки, и опять-таки, вот уже второй пальчик загнули. Сам же layout, ну ничего супер необычного, выглядит как обыкновенный native, но свойство, свойство у каждого элемента свое, то, которое у него ближе со стороны мобильной разработки. Нам, как веб-разработчикам, это будет казаться местами не совсем удобно, потому что, пример, кнопка в react-native, это не та кнопка великолепная, которая есть у нас в HTML. Вы не знаете, что такое великолепная кнопка? Попробуйте просто посмотреть в react-native, что дает возможности ничего не изменить, ничего не кастомизировать. Хотите свою кнопку? Вы используете touchable highlight элементы, просто touchable, и там кастомизируйте как угодно. То есть фактически вам говорят, возьми элемент, который позволяет сделать сенсорную область, и работай с ней так, как тебе удобно. С одной стороны, круто же, можно же в мобильной разработке настраивать как угодно. В HTML тоже могли так сделать, но нет. Потому что я вначале, даже банально границу, чтобы контролировать, там, заливку или радиус, или цвет и все это вместе, это все не работает. А мне надо, уже сегодня нужно, я иду, смотрю, какие есть библиотеки, что там куча своих кастомных кнопок. А вы знаете, когда начинается что-то нестрогое, когда тебе фрейморк не совсем диктует какие-то базовые вещи, начинаются разброты, шатания. И поэтому ты бежишь в репозиторий, читаешь код, как там написано, смотришь, подходит ли он тебе где-то в GT, а потом вырезаешь оттуда код, кастомизируешь его, как тебе нужно. Но это же не сильно хорошо. А это кнопка, это базовый элемент, без которого никуда не уйдешь. Плюс есть платформ-специфические вещи. Соответственно, в Android оно будет по одному работать, в iOS по-другому, благо это не сильно разница, но контроль за определенными свойствами у каждого платформы свой. У меня была проблема в том, что оказывается, допустим, текстовое поле или вообще элемент нельзя просто так скрыть. И в iOS я скрыл, а вначале тестировал я все на iOS. Я думал, ведь я же пишу уникальное, универсальное приложение, но если я буду писать его на iOS, я его потом быстро запущу на Android, посмотрю, класс, работает. И по-быстрому просто его задеплою. Но нет. Так вот, и в Android у меня текстовое поле в нужном месте, в каком-то вообще неожиданном просто вылезло. Вот оно вот так вот стояло. А я его использовал как скрытое хранилище данных, потому что по-другому там не совсем возможно работать с некоторыми вещами. Вот и новости. Так вот, иногда вот это вот обыкновенная настройка текст-инпута. Вам не всем видно, и в этом-то заключается смысл, потому что свойств просто масса. И в документации, конечно, отмечено, что из них специально работает для одной платформы, что для другой, но вживую это сложно. Спелл-чек работает только для iOS, свойства AfterGrow для Android. Клавиатура, она работает для всех, но только не все свойства. React Native гарантирует, по-моему, четыре свойства, которые вы можете увидеть. Цифровую клавиатуру, там, по-моему, для ввода имейла, ну, естественно, текстовую. А вот какие-то специфические, если вы захотите доставить, ведь разница все равно есть в iOS или в Android, вам придется делать логику, которая будет определять, какая у вас платформа, и, соответственно, подсовывать ему клавиатуру. Ну, если вы реально заботитесь о пользователе, и если реально ваш юзкейс покрывается именно этим типом клавиатуры. Поэтому, как бы, еще один палец загибаем. Не все так здесь просто. Далее. Ведь платформа разница не только в том, как у нас, ну, называется имена классов, с которыми вы работаете, или еще чего-то. У вас иногда вью может быть абсолютно разное. Принципы нахождения даже там каких-то табов в Android и в iOS все разные. Где-то внизу, где-то вверху. И пользователь это ожидает. Но, опять-таки, я рассчитываю, что вы будете писать платформу, приложение, которое... Вы можете написать приложение, которое будет везде одинаково смотреться, но пользователь не привык к этому. Он будет вам ставить, там, не знаю, мало звездочек, и бизнес будет страдать. Ладно, вы, разработчики, вам сказали, вы поставили, вы предупредили, но бизнес будет страдать. Поэтому для того, чтобы разграничивать полностью, первое, и вы можете узнавать, какая у вас платформа, используя фактически обыкновенное свойство платформы, и там сразу будет iOS и Android. Просто. Плюс, любой компонент, любой файл, который у вас есть, он может быть разделен на iOS.js и на Android.js. Все. Вы пишете абсолютно разный UI, подключаете в вашем приложении через обыкновенный import from component, не пишете, какой это компонент, iOS или Android. Платформа сама определяет, платформа сама подставляет. Все. Это удобно. Это уже хотя бы хорошо. Вот это вот, в принципе, если так посмотреть на какие-то глобальные такие вещи, которые изменяют, которые отличаются от веб-разработки. Естественно, внутри, под капотом, вам пытаются сделать эмуляцию существующих библиотек фетчинга для запросов или каких-то вещей, которые вот выглядят в вебе, точно так же и постараются их сделать на мобильном устройстве. Но на самом деле, все равно многие вещи отличаются. Если говорить про приложение, все, я вот это вот прочитал, уяснил, приступаю к приложению. До этого была демка такая на коленке для меня, теперь, собственно говоря, приложение. Первое. Я иду и смотрю, как же создавать приложение уже в наше время. Create, Create, React, Native, Ad. React, собственно говоря, то же самое, что есть в React. И я такой, класс, все, мои проблемы решены. Я не должен фактически половину вещей не делать никаких. Просто написал команду, установил какие-то нужные зависимости, нужные для React. Все, мое приложение готово. Более того, есть, благодаря сервису Expo, вы можете просто через веб, в данном случае через публичный сервис, и через хэш-код получить ваше приложение с ноутбука, только с подключением интернета, уже с разным телефоном. Это удобно, раньше такого не было, и это круто. Как в реальности выглядит установка, допустим, нового, любого компонента, который вы нашли, который вы хотите использовать? Устанавливайте его, как зависимость, через NPM или через Яр, неважно, и потом используйте примитивную команду React Native Link. И что? Все. По идее, все должно хорошо. Должен залинковаться объект в iOS, в проекте, должен залинковаться библиотека в Android проекте, потому что фактически у вас всегда в вашем проекте лежит не только ваш JS-код, но и все ресурсы, которые нужны для запуска вашего приложения, так как это делают нативные разработчики, в вашей директории самого приложения, в директории iOS, в директории Android. Все замечательно, все работает, подключилось, но нет. Потому что не все так просто. Потому что не все компоненты так легко интегрируются. По моему опыту, в результате как выходит? С iOS почти все окей. То есть, X-project файл изменяется, линкуются библиотеки, подключаются в проект, все замечательно. А вот в Android нет. В Android у меня ни одна библиотека так и сама не подключилась. Сколько я линк ей не писал, приходится делать руками. У библиотек в опенсорсе, благо, это не секрет, то есть, фактически там каждый разработчик показывает вам менюл, как руками добавить то или иное код или линку в настройке ваших проектов через Xcode или через Android Studio. Уже первое начинается, вы уже не JavaScript разработчик, вы уже работаете и с Xcode, и с Android Studio без этого у вас ничего не получится, поэтому это еще один палец загибаем, в том, что начинается все так. И в реальности, если вы начинаете еще дальше копать, то список, и это вот только к Android, там в некоторой библиотеке больше ста строк просто вы читаете, копируете код, модифицируете, это тоже я не предполагаю, что вы будете читать, потому что вы должны просто понять, помимо того, что вы будете работать с JavaScript кодом, вы начнете уметь интегрировать его в любую среду, но возможно вы это не предполагали. Поэтому в реальности, вот каждый раз, когда я доставал такие мануалы, я смотрел и такой, это мне нужно все интегрировать. И до этого, например, если с Xcode я еще хоть как-то пересекался, то Android Studio, несмотря на то, что это ReSharper-овский там продукт, и господи, ReSharper, продукт на основе IntelliG, вот движок одинаковый, это же все равно много окошечек, много панелек, и ничего не понятно, потому что каждый везде подается это под особым соусом. В результате пишешь ты код, пишешь, пишешь, и думаешь, все, моя жизнь наладилась, ладно, это я порешал, а что дальше? Оказывается, что у React Creative Native есть ограничения, и об этом как бы написано, но не все же мы читаем до конца инструкции, особенно, когда вы получили первый позитивный experience, и внезапно experience заканчивается, и внезапно я накидал первую форму, а потом подумал, а теперь пора внедрять навигацию, и банальный роутинг, и тут я понял, что у меня есть несколько способов. Вот в Create Reactive Native App, блин, у меня язык заплетается даже это читать, там маленькая приписка такая, если все, что написано у вас на JS, все компоненты будут, у вас нет проблем, а вот если любой компонент, который требует интеграции, и он нативный, и библиотека, которую вы подключили, использует какой-то нативный код, то, ребята, React Native link не работает, пишите CLI команду экспорт, прощайтесь с нашей удобной тулзой, и делайте все руками. Я понял, что у меня увеличились еще сроки, потому что теперь я точно все буду писать руками, но это еще не конец всего, ведь, как я говорил, библиотеки обновляются постоянно, каждый месяц библиотека обновляется, вы попали на стык, и я попал на стык библиотеки, я ее устанавливаю последнюю версию, и допустим, вот я потом продолжил следить за этой версией, за библиотекой, и какой-то 47-й версии она внезапно обновилась, а разработчик ему пишет, чувак, там в общем нужно всего лишь удалить один мета, я надеюсь, это в джаве, именно мета называется, описание, override, в одной строчке, и библиотека начинает работать. Мелочная же проблема, согласитесь, но уже в своем проекте я уже не смог ее использовать. Что мне нужно делать? Перетянуть проект к себе, открыть его отдельно как уже нативный код привет java, подправить этот код и заработать. Но это же здесь написано, собственно говоря, в полреквесте, но полреквест же не появляется на второй день после того, как появился этот, вышла новая версия React Native. Полреквест появился через несколько недель. и более того, вот здесь вот в одном я, к сожалению, так и не смог найти описание треда, куда-то он как-то у меня запропастился. Разработчик сказал, не, чуваки, ну кто будет поддерживать старые версии? Я не хочу поддерживать 47-ю версию, и я не буду убирать определенную часть кода, переписывать. То есть разработчик, который был месяц назад актуальным разработчиком, по версии open source, даже community React Native, считается в следующем версице уже outdated. Все, вам нужно уже больше знать. И тут вам приходится же, напомню, с проблемами, которыми вы сталкиваетесь, вам приходится решать их не способом самостоятельным, вам приходится гуглить, как это решается в свифте, как это решается в джаве, и в том числе это специфическая проблема андроида и, допустим, iOS-платформы. Вот еще один сюрприз. Вы становитесь разработчиком трех языков. Хорошо, если у вас есть опыт нескольких технологий. У меня, допустим, за плечами .NET, даже когда-то PHP был. На питоне даже могу худо-бедно написать сейчас. Поэтому хоть какое-то понятие, что такое наследование, абстракция, это базовое понятие, но что такое инжекшн в виде, допустим, в .NET, когда ты не всегда можешь что-то там проследить, особенно если ты новичок, скажем так, в том же джаве или в свифте. Благо, хорошо, что не Objective-C хотя бы, потому что там я точно падал. С точки зрения навигации, мне нужно моему приложению Тир Навигации, я же не буду с одним экраном все действия свои получать. Не буду. В итоге, что я имею? Я захожу и тут опять у меня выбор. Парень, у тебя 4 варианта и тебе нужно опять принять решение с каким. И все они не настолько на слуху, как у нас в комьюнити, когда мы привыкли в Angular или в React ты смотришь React роутер, ты начинаешь смотреть даты, когда он обновлялся, даты, когда там последние иши были закрыты. Что вообще происходит? Есть React навигатор, а потом ты начинаешь понимать, что такое разница между компонентом JS, а есть еще и нативные компоненты. По идее, React найти был создан для того, чтобы использовать по максимуму нативные платформы. И ты думаешь, надо использовать и это. Надо использовать страции нативные. Но нативная версия есть только, допустим, у Wix. И это было круто. Я этому был рад. И это полноценная даже библиотека. У Airbnb тоже есть. И каждый же говорит, что? Каждый же пытается вам продать и сказать, моя библиотека самая лучшая. Используйте только ее. Мы решаем ей 150 проблем в нашем приложении или в нашем списке приложений. Ну хорошо, ладно. Airbnb можно немножко сейчас вычеркнуть, потому что они говорят, у нас достаточно глубокая бета. Мы используем у себя, но про вас мы не ручаемся. Wix же, допустим, говорит, ребят, мы используем у себя, у нас стабильная, мы сейчас пилим вторую версию. И это уже как-то обнадеживает. Я в результате остановился на Wix, ну потому что чистая JS использовать как-то, ну, не по-пацански. Поэтому попытался использовать всю мощь нативной. Опять-таки, я не в курсе, что такое нативная навигация. Я ничего не знаю, в чем отличие навигации, как его придумали разработчики, например, React роутера, или же как это задумано на платформе. Поэтому я просто думаю, что там пацаны умные, они не должны подвести. Тут, благо, нормально все сложилось с ожиданиями, но все равно это не то, что я привык видеть, опять-таки, в непосредственно в веб-платформе. Как выглядит обыкновенная навигация? Вы должны зарегистрировать свой компонент, задать ему, опять-таки, это все я про VIX только компонент говорю. Хотя, они чем-то похожи, ведь что есть непосредственно в навигации приложений? Есть визорды, где вы листаете что-то, есть там таблы, таблы, к примеру, какие-то, и модульные окна. И, в принципе, вокруг этого строится какой-то API. Слишком далеко не прыгнешь и далеко не отскачешь. Поэтому здесь вы регистрируете или даже, опять-таки, компонент должен поддерживать Redux, если я хотел использовать Redux, или ту платформу, которую бы мне захотелось использовать, там, не знаю, MobX какой-то, то пришлось бы мне руками писать какую-то интеграцию с MobX, но в данном случае с Redux. Ура! Можно добавить два параметра store и провайдер и туда прокинуть. Это из коробки. Фу! Уже хорошо. Дальше, чтобы стартовать свое приложение, это вот пример из того, что я выдрал из кода. Я там проверяю, есть ли пользователь или нет, и вот на основании этих действий я запускаю экран. Авторизационный или создание профайла. Дальше вы выбираете, а что же создать? Создать, допустим, single screen application, и фактически у вас каждое окно, это что-то вот отдельное. Вся история перемещений ваша сохраняется, и вы можете прыгать туда-обратно, ресетиться, передавать какие-то параметры, и тут начинается, а как же мне передать с одного окна в другое какие-то свойства, если это визор, если мне нужно накапливать приложение, встает ли хранить глобально или не глобально, а как, ведь нативная навигация, там же есть еще сверху, допустим, если iOS говорит, сверху есть у вас вперед-назад кнопки, и это где-то это по-разному подается, под разным соусом, и по-разному вы можете кастомизировать, а когда у вас нативная, то вы же не можете обратиться к нативному чему-то, чему непонятно. И дальше, собственно говоря, как сделать навигацию, вы используете навигатор, и передаете это до параметра, какие-то там, ваш скрин, снаружи можно определить back button, передать свойства, опять-таки, что-то еще новое. как это все дебажить? Вот я уже добавил навигацию, как же это все дебажить? Тут все и просто, и непросто. С коробки у вас прям работает Chrome DevTools. Вы запускаете свое приложение, и везде настроено в эмуляторе или в приложении на шейкинг. То есть вы делаете операцию шейкинга, у вас появляется, вы можете перегрузить, сделать ход реллоуд, настроить, DevTools подключить. Это все прямо из коробки и пользуйтесь, чем есть. Но для того, чтобы использовать, допустим, React Redux Tools, там уже не подключится, там уже нужно использовать сторонние дебаггеры. Есть какая-то версия, я такую установил, все вроде работает, а потом у меня интернет пропал, и оно перестало работать. И в результате оказалось, что DevTools на моей машине работали через публичный веб-сервер в интернете. Я не знаю, кому нужны мои логи с веба, и я не знаю, зачем так делать, чтобы это ходило через глобально, через какой-то вообще публичный веб-сервер, и это как-то очень иногда удивляет, потому что зачем? Это лично мои логики, лично мои ошибки. И скорость, я ограничен, я не могу в самолете поработать, я вообще нигде не могу. Тут должно было быть демо про анимацию, но так как, к сожалению, нельзя напрямую подключиться к моему ноутбуку, поэтому кто захочет увидеть демо, может подойти потом посмотреть. Основной принцип какой? Для анимации вы используете стандартные внутренние механизмы, фактически у вас есть, можно сказать, namespace animation, где вы можете делать тайм-анимацию с задержкой и указывать, какие свойства менять. В принципе, все работает очень живо, потому что вы используете, опять-таки, не JS-ную анимацию, не та, которая идет в коре, выполняется, а та, которая нативная, которая фактически доступна другому разработчику из коробки. опять-таки, нужно привыкнуть к ней, это даже не CSS-анимация, как вы привыкли в вебе, это не то. Когда вы билдите, следующий шаг, вот представьте, вы уже вроде там написали навигацию, вы уже вроде там отдебажили все, и теперь вы такие, я готов, я работал в эмуляторе, теперь я готов выйти на реальный девайс. Ну, по крайней мере, это мой был опыт, потому что, опять-таки, я надеялся на позитив флоу, что у меня все сразу заработает и все сразу легко. В этом скрин с официальной документации там сразу есть и как, допустим, линковать библиотеки, вдруг кто-то не добавил, как запустить в симуляторе, как у андроида есть, как сгенерировать apk файл, как билдить, допустим, даже реактив с сорсов. Но проблема в чем, когда вы запускаете приложение на реальном девайсе, вы внезапно обнаруживаете, что у каждого девайса есть свои специфические требования, iOS не позволит вообще пропустить даже на дев аккаунте приложение, которое не подписано даже вашим ключом, даже бесплатным, которое вам выдают. Это первое. И там могут быть смешные ситуации, когда у вас перестает работать подпись. Почему так случается, не знаю, но бывало. То же самое с apk файлом в андроиде. Это и процесс, где вы должны пойти и узнать для себя много нового, как сгенерировать ключ, где его хранить, как запустить подписание приложения, как пойти и сконфигурировать в Gradle все настройки, которые нужны для подписания вашего приложения. И в результате вы оказывают, оказывается, вам нужно опять снова становиться андроид-разработчиком и снова становиться iOS-разработчиком. И у каждого формат свой, формат настроек, формат, как они перезаписывают один другого, где хранить глобальные настройки, где хранить, на колокальные настройки. Ну и, естественно, до какого-то момента, когда вы доходите, вы открываете Xcode и такое, что-то это не похоже ни на VS Code, ни на Sublime, вообще ни на что. Ну да, есть код, но когда вы, допустим, в Xcode запустите и пойдете в настройки вашего проекта, а их несколько различных, я гарантирую, что вы получите массу удовольствия, просто пытаясь пролистать через все свойства, которые там есть и понимать, что нужно вам. И вот когда вы специфические вещи фиксите при линковке ваших библиотек, которые вы используете, в Android или в iOS, вот, собственно говоря, как пример Android Studio, то вы опять-таки наталкиваетесь на то, что этого я не знаю, этого я не знаю, мне нужно тратить время на изучение, изучение, чтение, читать свежую информацию, плюс, опять вернемся, каждый месяц обновляется React Native, пошли, год, годичные назад давности пост на Stack Overflow вас уже не спасает. Двухмесячные давности пост на Stack Overflow вас не спасает. Не всегда, но такое бывает. И, если честно, у меня такое бывает часто, бывало часто. Простой пример, еще проблематики. Казалось бы, Open Source и с React Native подразумевает, что все пишут одновременно про библиотеку, которая работает и на Android, и на iOS. Но датчик отпечаток пальца, считывания данных отпечатка пальца. Думаете, из пяти библиотек все работают на двух платформах? Нет. Теперь добавляется в NPM и появляется, допустим, React Native Finger Tip Screener какой-то слэш iOS. У кого-то это еще только Android. и вам уже приходится жонглировать одной библиотеке, вернее, вам приходится жонглировать, чтобы один функционал запустить двумя библиотеками и поддерживать две библиотеки. Удобно? Неудобно? Можете писать сами, но вы становитесь уже не React Native разработчиком, а опять-таки становитесь разработчиком Swift или iOS или Android. Опять проблема. Не то, чтобы вся разработка проблематичная, но да. Поэтому, какие библиотеки есть в целом, вы должны тестировать хотя бы в эмуляторе сразу же в iOS и в Android. Я не тестировал и в конце, скажем так, спринта, хорошо, хоть у меня был мой маленький продукт маленьким, я понял, что на Android мое приложение работает, но работает оно для собаки, не для человека. Потому что человек бы не понял, почему он видит лишние элементы на экране, а я думал, их не видно, почему в какой-то момент клавиатура не открывается, потому что в Android по-другому нужно сделать, почему датчик отпечаток пальца не работает. Он тоже не работал, потому что в Android нужно было еще добавить несколько строчек кода в Java коде. Вы должны понимать, что интеграция с React Native Link она не всегда спасает. Потому что более того, чтобы навигатор запустить, чтобы присоединить в любую библиотеку навигейшн нативную, вам нужно залезть и изменить в принципе flow в коде, как запускается приложение, что она использует не нативные классы скринов, допустим в iOS или в Android, а уже библиотечные. Вам нужно понимать, что вы обязательно столкнетесь со Swift, с Java и вы от этого никуда не денетесь. И опять-таки надеюсь, что не с Objective-C. И дальше вы еще познаете массу хороших впечатлений в кавычках, когда вы захотите задеплоить это, потому что помимо того, вам деплоят даже на свой девайс, вам придется разобраться, а как это отдать заказчику. Не просто там исходники как-то или еще чего-то. Он говорит, слушай, ну давай я хотя бы сейчас посмотрю, у меня сейчас разработчиков нету рядом, давай я хочу запустить. И ты такой, а я что-то как-то даже не знаю, как у вас тут все работает, как у вас со сторами, как в Android Store публикация, как приватные пакеты публиковать или приложения. Оп, и опять у вас дополнительные знания появятся. Что в результате получилось с моими эстимейтами? Мои 15 скринов приложения я заэстимейтил в 10 дней. У меня было много свободного времени, фактически я считал, что я каждый день провожу минимум 8 часов за этим приложением. А в реальности вышло 16. То есть, казалось бы, 10-16 дней не так уж и сложно, не так уж и проблематично. Но если вы просто посчитаете соотношение, это 50%. Я зафейлил свои собственные эстимейты на 50%. Это не есть гуд. И когда приложение было бы больше, если бы это был действительно живой продукт, я бы имел очень плохие потом отзывы о себе, как о разработчике. И это было нехорошо. Поэтому, если вы захотите внезапно катиться в React Native, получить лучи славы, или же просто попробовать себя в мобильной разработке, подумайте, сколько времени вам нужно будет затратить. Возможно, вы более серьезно отнесетесь к тому, чтобы на коленке пописать код вначале для себя, а потом уже для коммерческого кода, продукта, стартапа, MVP даже у стартапа, неважно, для чего, чтобы не было фейлов в 50%, может, у вас бы это получился бы фейл в 20%, но даже один случай в 50%, доказывает, что все не так уж хорошо с применением старого опыта на новый лад. Поэтому, на этом у меня все. Спасибо. Если есть вопросы, то давайте. перейдем к вопросу, давайте я предупрежу, что сейчас розоверишь УДПРО ЕПАРМА, спадом, УДПРО зону 3000 есть оттерна, кто хочет остаться на вопросы, буквально два вопроса я еще приму, и потом на скейки форнер уйдет из феномников на паралитаж. Можно это работать на вопросах. Здесь есть вопросы? Если кто-то хочет почитать исходный код, я могу на ноуте показать, собственно говоря, как, потому что я думал, я покажу тоже этот исходный код. Так, а если такой головняк с этим реактой, может, слушай, тогда какой-нибудь айоник использует или что-то такое? Ну, я думаю, все-таки айоник как-то куда-то отойдет, потому что все же хотят вот натив, нативная производительность. Головняк всегда будет. Просто больше был вопрос, как я могу использовать свои существующие знания в реакте. Реально ли так легко перепрыгнуть на реакт-нейтив? Сколько мне придется выучить? Придется выучить много. И там тоже в айонике придется выучить платформу специфик проблемы. Но если вы хотите оставаться на реакте, вы столкнетесь вот с этим. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. На первом стритах я там видел чат. Как известно, в мобильной разработке я допустим статива это один из самых сложных элементов по реализации. Как делали UI? То есть сами писали или что-то готовое типа джетт-чата использовали по серию. То есть софеты и тоже что-то готовое с интерьем какое-то. Опять-таки благо у меня был прототип, он не подразумевал, что я напишу полнофункциональное приложение. Чат работал. Он работал по принципу я отправляю HTTP-запросы, мне приходит ответ и я показываю, у меня просто отвечает и работает. Без лайков, без ничего такого визуализационного. Но опять-таки просто сам факт, что там тоже реально много работы. Я согласен с вами. Спасибо. Все? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok